МОСКОВСКИЙ ТЕАТР В театре возможно все, кроме пошлости и скуки. Спектакль «Сердце не камень» режиссер Григорий Детитковский поставил беспривычной для Островского размеренности и степенности. Действие разворачивается стремительно и весело. Эта комедия ставится нечасто, а некоторые исследователи творчества драматурга ее считают до сих пор неразгаданной. Она несла очень важную тему, которую вообще у Островского почти в творчестве ее нет – религиозность, православие. Понимаете, она несла тему правды, сострадания к человеку. Я могу только порадоваться, что вот на фестивале в Белгороде представлено театральное искусство такого высокого уровня. Сюжет разворачивается вокруг наследства купца Каркунова. Среди алчных родственников только его молодая жена неодержима страстью к богатству. И когда больной муж завещает ей все состояние, она тратит его на благотворительность. Моя героиня очень любит людей. И она живет не для себя, а для людей. Бедных, нищих. Циниками многие стали. И во главе угла ставят совершенно не то, что нужно. И вот, мне кажется, моя героиня, ну, мне хотелось бы, чтобы моя героиня была как бы эталоном, что ли, что стремиться надо не к этому, не к земным благам, а к каким-то другим душевным. И не кривить душой. Но сердце не камень, и героиня влюбляется в приказчика Яраста. И честно признается мужу, что не может обещать ему никогда в будущем не выходить замуж, что было условием получения наследства. Кума, слышите? Слышите? И когда Бог пошлет по вашему душу, и тогда до конца своих дней я буду постоянно подаянием души по вашему поминать. Только да, запринаврад, меня возьмите. Что это? И откажите ваше имение кому-нибудь. В спектакле много интересных режиссерских находок, но в центре все равно остается актер. Сейчас другой театр, век режиссерского театра, что нужна энергия, нужны, скажем так, смыслы, и в меньшей степени нужны актерские индивидуальности. Но мне кажется, что без актера все равно ничего не получится. Для меня актерская профессия — это возможность открыться на сцене, сказать то, что я чувствую, сказать даже не своими словами, а именно текстом автора, такого, как Островский, допустим. Ты меня зачем-то хотел видеть? Точно так. Зачем? Ведь уж теперь ты не нуждаешься. Я пришел за тем, вот чтобы сказать вам, что я хорошо живу. Спасибо. Это радость для меня немалая. Дай еще. Зачем еще? Пожалеть вас. Что ты нашел, кого жалеть? Я так счастлива, как в Роганюшу. Так. Значит, вы живете полным удовольствием. Полным удовольствием. А я так понимаю, что вы только сами себя обманываете. Откуда ты знать-то можешь? Я дома-то себя лучше знаю. Нет. Не знаете. Вы любите людей, если полагаете, что этого довольна. Довольно. Нет. Мало ли. Я не ошибусь, если скажу, что для большинства белгородцев театр – это родной дом, который дарит нам наивысшую радость. Радость человеческого общения. И вечер сегодня яркое тому подтверждение. Мы искренне благодарны всем. Экспертный совет отметил актерские работы народного артиста России Михаила Янушкевича, Анны Артамоновой и других актеров, создавших на сцене неповторимый актерский ансамбль. А в эти минуты на Щепкинской сцене идет спектакль Санкт-Петербургского молодежного театра на Фонтанке «Три сестры». Мы расскажем о нем в завтрашнем выпуске дневника фестиваля.